Хелло, фрик-битчес Это лучшая серия Правда? Я послушаю Она повествует о Чингисхане и его семье Ты знал, что за его жизнь они истребили 10% населения Земли Они убили так много людей, что это изменило углеродный след человечества Когда делали анализ углеродного следа, было заметно ощутимое снижение углеродного слоя во времена правления Чингисхана Настолько много людей они убили Зачем он это сделал? Он был плохим человеком Мудаком каким-то Очень плохой человек, очень жестокий Он перетрахал столько женщин, столько изнасиловал, что его гены можно оследить у огромного процента живущих сегодня людей Там какие-то безумные цифры Мы это раньше гуглили Какое было число? Что-то дикое Джейми найдет Когда он был жив, они убили где-то 50-60 миллионов людей Господи Да, 10% населения Земли Да Один из 10 жителей Земли был убит монголами Мне нужно время, чтобы переварить такую информацию Исследования 2003 года указывают на то, что ДНК Чингисхана можно оследить у 16 миллионов живущих сегодня людей Генетическое преобладание монгольских завоевателей хорошо завуалировали слово изнасилование Генетическое преобладание Является уникальным достижением, хоть он не единственный человек, который прославился своей репродуктивной активностью Но его влияние можно оследить спустя сотни лет Удивительно, что это была одна из супердержав, которую все боялись Монгольская империя А сейчас от нее ничего не осталось Никто не боится монголов Очевидно, что мы можем бояться монгольских бойцов, это сильные люди Но они не славятся своей армией Интересно, если так подумать Тысячу лет назад, спроси у них про будущее, они бы сказали Мы будем управлять миром вечно Чувак, когда я хотел войти в боевой настрой Я раньше гуглил самых крутых воинов прошлого Из-за того, что я идиот, спустя месяц я забываю все, что узнаю Но я помню, что одним из таких воинов был Ацтек Которого поймали враги Не помню, кто там был Они отрубили ему руки, чтобы всю оставшуюся жизнь он ходил несчастным И отправили обратно Этот мужик прилепил к рукам лезвие и посвятил жизнь истреблению врагов И эта история для меня... Господи Боже! Вот он Господи Боже! Согласно легендам, после того, как испанцы отрубили ему правую руку Галварино предложил своим захватчикам отрубить еще и левую А, после правой он предложил левую Во время ампутации он не показывал эмоций, а по его лицу невозможно было считать боль Испанцы отправили его обратно к... Как мне это прочитать? Кауполикан? Кауполикану с предложением о сдаче Вау! Но этот чувак точно потом приклеил лезвие к рукам И я иногда вдохновлялся этим воином Представлял, что моя жизнь посвящена какой-то отчаянной цели Вот, смотри! Дикость! Представь, каково быть им У него было столько ненависти, что он решил взять лезвие и идти мстить Господи Боже! Это удивительно Иногда я задумываюсь о том, что в те времена особо было нечем заняться Тебе, наверное, могло стать скучно И ты мог начать заниматься подобными вещами Думаю, он посвятил этому свою жизнь Так же, как ты посвятил свое единоборство Думаю, чем-то похоже Если хочешь стать воином, ты без сомнений должен идти по своему пути Ты должен понимать, что есть другие воины К схватке с которыми ты должен быть готов быть сильнее их Когда в гостях был Тайсон, я упоминал Чингисхана, и у него загорелись глаза Он очень много знает о Чингисхане Он знал, что на самом деле его звали Темуджином Это его настоящее имя Он рассказал мне историю о его брате О том, как он украл у него и у другого брата рыбу И он убил этого брата Мать была в ужасе Он был прирожденным убийцей С самого детства И он создал эту империю Которая до сих пор считается одной из самых страшных угроз за всю историю человечества Сохранились свидетельства послов, которых отправили Шахи Харезма В Китай времен династии Цзинь Они хотели узнать, можно ли туда вторгнуться, захватить их Что вообще там происходит И на подходе к городу они увидели, как им вначале показалось, горы, припорошенные снегом Но подходя ближе, они начали понимать, что это были горы костей Горы трупов Все жители города были убиты Им пришлось сойти с пути, потому что на дорогах было так много разлагающихся трупов Что они стали непроходимыми из-за нечистот и человеческих останков По дороге невозможно было двигаться из-за разлагающихся трупов Так много нечистот, что дороги будто были в грязи Черт, это довольно грустное время в истории И не говори Они располагались за стенами осажденных городов И выжидали, пока у жителей не закончится еда А когда кого-то убивали, их останки заряжали в катапульту Поджигали и закидывали их на крыши домов города, чтобы вызвать пожары Звук У нас сейчас не так все плохо, не правда ли? Все гораздо легче Довольно неплохо Иногда кажется, что все хорошо, потому что все скоро закончится Ну, я думаю, в твоих словах есть доля правды Так исторически сложилось Как говорится, тяжелые времена рождают сильных людей Сильные люди создают хорошие времена Хорошие времена рождают слабых людей Слабые люди создают тяжелые времена Сейчас у нас фаза слабых людей, которые создают тяжелые времена Да, в Дюне есть хорошая цитата, недавно прочитал Вроде так звучало Люди создают машины, чтобы освободиться, хотя на самом деле люди с машинами хотят поработить других людей Мы на самом деле сами становимся рабами этих машин Возможно, все будет еще хуже, когда появится искусственный интеллект Это тоже страшно Он уже на пороге Субтитры сделал DimaTorzok